Здравствуйте, дорогие зрители и посетители сайта Спортэкспресс, зрители нашего YouTube-канала. Сегодня у нас большое интервью и очень интересный гость. Сегодня у нас в гостях Юрий Васильевич Красовский, президент букмекерской компании Лига Ставок. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. И, наверное, наше интервью хотелось бы начать с информации о том, что относительно недавно БК Лига Ставок стала обладателем награды BR Awards. Это гран-при, абсолютно лучший букмекер. Но, наверное, в спорте это можно сравнить, я не знаю, с кубком Стэнли, с заводеванием в хоккее, с золотым мячом в футболе. И, в принципе, когда получаешь награду «Абсолютно лучший букмекер», первый вопрос вообще, к чему стремиться дальше и как вообще удалось такого достичь. Расскажите, что для вас это награда. Ну, данная награда, скорее всего, является признанием, признанием наших десяти лет, десяти лет нашей борьбы, нашей страсти, нашей энергии. Ну, это первая премия в России букмекерская, которая, как нам кажется, была справедливой, потому что жюри, которая присутствовала, это были знаковые люди, которые несут ответственность за свой выбор. И, как бы, и до получения этой премии мы были уверены, что мы лучшие. И это складывалось из многих факторов. Первое признанием, и, конечно, то, что мы лучшие, мы получили на Олимпиаде в Южной Корее, когда именно букмекерской компанией и именно Лиге Ставок предложили быть генеральным партнером Дома спорта. И это не просто, для нас это было очень важно. Ну, и, конечно, это премия. В какой-то степени, да, мы удивились честности. Ну, не секрет, что сегодня все информационные ресурсы, практически все имеют рейтинги. И, когда мы смотрим эти рейтинги, конечно, где-то мы злимся, где-то мы расстраиваемся. Мы видим компании, которые не имеют оборотов, не имеют инвестиций в спорт и слабый бизнес. Они находятся в рейтингах в призовых местах. Конечно, для таких компаний крупных, как Лига Ставок, это не очень хорошо. И вообще для рынка, для отрасли это плохо. Поэтому премия, которую организовал рейтинг букмекеров и в которой мы получили номинацию «Абсолютно лучший букмекер», для нас это было и признание, и честность, и порядочность. Расскажите, на каких принципах строится бизнес Лиги Ставок? Какие принципы, в принципе, должна вкладывать компания, чтобы стать «Абсолютно лучшей» в свой отрасль? Ну, сказать «должна» никаких, наверное, долгов нет. Что касается Лиги Ставок, традиционно с первого дня создания компании, компанию создавали мы, это был Олег Журавский, мой друг и партнер. И я, с самого первого дня создания, мы всегда себя ощущали спортивной компанией, не компанией игорного бизнеса, букмекерской, а именно спортивной компанией. И знаменитая фраза Олега, что букмекерство – это не азарт, это интеллектуальный спор. И с этой фразой мы живем вот уже 11 лет, и каждый сотрудник Лиги Ставок, он думает и знает, что мы работаем в спортивной компании, а не в игорной. Наверное, вот эта идеология, она дает энергию, дает силы каждому сотруднику. Мы приходим на работу, и мы делаем спорт ярче, мы делаем спорт эмоциональней. Это вот, наверное, один из основных принципов. Какой принцип еще можно выделить? Мы очень сильно клиентоориентированные. В Лиге Ставок бытует такое мнение, такое убеждение, что игроки, клиенты нашей компании – это члены команды. И мы являемся тренерами, которые не хотим, чтобы наши игроки были травмированы, мы не хотим, чтобы они получали поражение. Мы предоставляем сервис, в результате предоставляем продукт, и наша прибыль, и наше развитие, и величина инвестиций в спорт, она в большей степени зависит от качества сервиса продукта. Чем лучше мы работаем, чем лучше наш продукт, тем успешнее наша компания. Вы сказали теплые слова про Олега Журавского, тоже хотел бы сказать. Я был с ним знаком и несколько раз делал с ним интервью. Безусловно, это огромная потеря вообще для всего мира, не только для букмекерства, а вообще для российского спорта. Был человек потрясающей энергетики. Вы также сейчас сказали, что вы хотите всем показать, что это именно род спорта, а не просто азарт. Но вам наверняка же приходится сталкиваться с людьми разными, которые не совсем правильно воспринимают, что такое букмекеры, которые с негативом относятся. Как вы с этим боретесь и часто ли какое-то непонимание вам приходится перебарывать? Ну, здесь нужно понимать фундамент вот такого вот мнения о букмекерском бизнесе. Фундамент, конечно, сложился из-за игровых автоматов. Это не секрет, это мы все знаем. И мнение граждан, населения России, вообще к азартному, есть обобщение, да, что вот там казино, автоматы и букмекерский бизнес. Мы считаем, что именно вот букмекерский бизнес, здесь не бездумное нажатие на кнопку или расставление фишек. Не может клиент пользоваться букмекерским бизнесом, если он не знает названий команд, игроков, шансы, статистики. Поэтому это интеллектуальный спор, и здесь нужно быть подготовленным. Мы надеемся, ну, мы не надеемся, а мы уже видим, что сегодня ситуация меняется. И, конечно, ее меняет не общественное мнение, а ее меняют эту ситуацию сами операторы. К сожалению, сегодня на рынке, наверное, не больше там трех-четырех компаний, которые правильно и ведут бизнес в долгосрочной перспективе, которые вот смотрят вперед, которые беспокоятся о клиенте, которые имеют функции, опции, там, ответственной игры, которые сохраняют клиента. Ну, если вы помните, да, наверное, вы и сейчас видите многие букмекерские компании, которые призывают к выигрышу, обещают большие доходы. Наш бизнес не про доходы. Наш бизнес – это проведение времени, это эмоции, это любовь к спорту. И вот наш подход такой к бизнесу, он, конечно, меняет отношение к букмекерству. Насколько вы чувствуете, что вот это отношение уже радикально поменялось? Может быть, какой-то процент, можете сказать? Ну, здесь от компании к компании. Мы в лиге ставок, мы видим лояльных клиентов, мы видим у нас очень маленький отток. Те клиенты, те игроки, которые регистрируются, играют в лиге ставок, остаются с нами намного дольше, чем в других компаниях. Поэтому мне судить, какой отток в других компаниях, я могу только предполагать. Но, скорее всего, в компаниях, которые нацелены на сегодняшнюю прибыль, выиграть, обыграть, давай, давай, я думаю, что у них, конечно, большой отток и бизнес-процессы идут неправильно. Вы знаете, я прекрасно вижу, как работают, например, средства массовой информации и функционирует спорт в других странах. Прежде всего я говорю про Европу, допустим, Англию, Германию, про Соединенные Штаты. Ну, я прекрасно знаю, что, например, в Англии ни болельщик, ни спортивное средство массовой информации, ни проведение спортивного мероприятия без букмекеров не существует в принципе. То есть это такая же органичная часть, как спортсмены на поле или на площадке, как зрители, как бутерброд, который ты можешь купить, там и выпить колу, да, или там водичку, а где-то и пиво на стадионе. И точно так же любой болельщик хочет иметь возможность поставить какую-то ставку, сделать, да, то есть и таким образом даже сделать просмотр себе интереснее. В России, по вашим ощущениям, насколько сильно мы в этом плане отстаем от Соединенных Штатов, от англичан, от немцев и так далее? Если брать компанию Лиги Ставок, мы в этом плане не отличаемся. Именно наша целевая аудитория и наш клиент, он именно делает ставки для того, чтобы есть хорошее сравнение, и у Лиги Ставок был такой рекламный ролик в российской премьер-лиге. Добавь приправы к телепросмотру или к просмотру спортивного события, добавь приправы. Это как мы в продукты добавляем соль и перец, так же сделай ставку, для тебя это будет просто вкуснее. Но мы ни в коем случае не призываем, приди реши свои финансовые вопросы, отдай кредит или ипотеку. И вот подход такой, как вы сказали, в Англии, в Германии, в Италии, он именно клиенты, игроки делают ставки для того, чтобы наиболее было интересно смотреть спортивные события, а не для того, чтобы решить финансовые проблемы. Вот вся разница. Если мы говорим о российском рынке, я уверен, что ведущие компании, вот эти 3-4, может быть, 5 компаний, у них именно такая целевая аудитория. Ну, те игроки, которые хотят решить финансовые проблемы, это не наш клиент. Ну да, вы имеете в виду людей, которые, вот ты пришел на футбольный матч и поставил, не знаю, 1 фунт там, да, или, грубо говоря, там 500 рублей, и тебе дополнительно азарт это придает, и где-то хочешь сравнить свои ощущения. Хороший ли ты прогнозист, да, хорошо ли ты знаешь спорт. А выигрыш является оценкой твоего знания. Ну, это не так, что ты этот выигрыш отдал, и все, и после этого тебе некуда идти там домой. Это просто род развлечений. Конечно. Ну, то есть мы же не переживаем, когда идем, например, в кинотеатр и платим за это, я не знаю, там 300 рублей за билет. Ну, как бы это часть развлечений. Так это есть. Скажите, а насколько велико понимание важности и нужности букмекеров у тех, с кем мы приходят сотрудничать, конкретно у клубов, у лиг, у федераций, у видов спорта их представителей, насколько вот эти все люди, да, с которыми вы тоже бизнес-процессы ведете, они это понимают? Да, сегодня они это понимают. Происходит это благодаря целевым отчислениям, которые ввели для букмекеров в 2017 году. И мы это ценим. Мы считаем, что для нашей отрасли это очень важно. Участие, социальное участие в развитии спорта. Ну, если посмотреть глобально на понимание букмекерства, чем ярче спорт, чем более он привлекательный, чем больше в спорте, национальном спорте, я буду говорить о национальном спорте, потому что целевые отчисления идут, национальный спорт, чем больше в спорте мы имеем ярких спортсменов, ярких событий, тем спорт является привлекательнее. Дальше я бы сказал о том, что мы свой бизнес строим не на год, не на два, не на пять лет. И, наверное, не на десять лет. А вот так даже. Да. И поэтому, когда мы говорим о наших спортсменах, люди моего возраста помнят спорт при СССР. Это была великая отрасль, и население всего СССР гордилось и следило за событиями. Это было фигурное катание, футбол, хоккей, легкая атлетика. Мы имели великих звезд. И молодежь, и дети, герои для них были. Были спортсмены. Фетисов, Третьяк, Блохин, Роднина, Зайцев. И молодежь, и дети шли в секции, занимались спортом. После перестройки, к сожалению, мы получили огромный провал. И героями у наших детей стали успешные бизнесмены. Наши дети не знали фамилии современных спортсменов. Наши дети знали фамилии современных олигархов. Знали длину их яхт, марки часов. И это не потому, что произошла перестройка, что-то поломалось. Мы перестали инвестировать в спорт. Мы потеряли кадры, и спорт провалился. Сейчас мы видим рост, мы сейчас видим восстановление. И, конечно, такие герои, как наши хоккеисты, которые победили в Олимпиаде, наши богатыри, они уже сегодня являются примером для мальчиков и девочек, которые видят свое будущее такими же героями, как наши хоккеисты, футболисты и другие спортсмены. Поэтому мы видим понимание сегодня в федерациях и в лигах. Мы сотрудничаем с ними, помогаем. Помогаем мы не только коммерческими контрактами, но и другому росту. Ну, наверное, главное, надо вспомнить два вида спорта от футбола – хоккей. Хоккей для вас – это, прежде всего, да, партнер федерации хоккей России. Да. Да, и сейчас, наверное, вы с особым пристрастием смотрите за событиями на чемпионате мира по хоккею. И российская футбольная премьер-лига. Почему говорю про эти два вида спорта? Ну, очевидно, что, в принципе, они стоят особняком в современной России, пользуются наибольшим интересом у аудитории. Как вы оцениваете сотрудничество с футболом, с хоккеем? На пять с плюсом. Ну, во-первых, с российской футбольной премьер-лигой, как она сейчас называется, российская премьер-лига, мы сотрудничаем с 2010 года. Наше сотрудничество, начало сотрудничества – это была работа с системой раннего оповещения по борьбе с договорными матчами, после разрешения в 2017 году при введении разрешения рекламы для букмекеров РФПЛ, тогда еще РФПЛ, провели тендер, в котором мы победили. Мы очень ценим и очень много прилагаем усилия для развития этого сотрудничества. Мы не ограничиваемся только тем инвентарем, который есть в контракте. Мы делаем очень разных и много активностей, продвижения. Мы разрабатываем схемы, при которых будет повышаться посещаемость стадионов. Ну, как я уже говорил, зрительность и привлекательность футбола, в данном случае РФПЛ – это наш бизнес. Чем ярче это будет и чем лучше это будет, тем лучше нам. То есть, чем больше людей придет на стадион, чем больше людей включат вместо сериала или какой-нибудь передачи очередной политической, включат в спор, тем, конечно, и вам это интереснее. Ну, конечно, лучше пусть ребята смотрят футбол и знают наших футболистов, чем играют в айпэдах. Ну, это точно. Да. Это точно. А про хоккей что скажете? Ну, хоккей – это великий контракт. И вообще я хочу сказать, что сегодня Федерация Хоккей – это удивительная федерация. Я бы ее сравнил с уровнем того спорта, о котором я говорил при СССР. Сегодня, наверное, это единственная спортивная организация, в которой все работает как часики. Ух ты. И, наверное, вот этот симбиоз Романа Борисовича Ротенберга, его энергия, работоспособность, образование, неугомонность и опыт, и мудрость третьяка Владислава Александровича, это вот привело к Федерацию к невероятному успеху. Это вот могу привести в пример единственная на сегодняшний день методика тренировок хоккеистов, которая после СССР была создана в Федерации Хоккея. Поэтому мы очень гордимся. Я скажу, что именно в Федерации Хоккея мы подучиваемся управлению, управленческим каким-то качеством. Ну и то, что хоккей, который у нас уже, как сказать, он был падающий и уезжающий в НХЛ. Это 100%. Сегодня он возродился. Мы видим, что мировые звезды играют в России. Мы надеемся, что все мировые звезды, что они будут оставаться в России, и американцы, и канадцы будут приезжать к нам и играть в КХЛ. Ну, сегодня хоккей на подъеме. Сегодня это красная машина. Грозная, быстрая, сильная, результативная красная машина. Что я могу сказать по поводу чемпионата мира? Мы присутствовали на финальном матче в Южной Корее. На трагическом матче, как его еще называют, валидольный. Это был тяжелый очень матч. Мы очень много болели, мы кричали. Лига ставок ездила большим составом. Ну, естественно, я напомню, что дом спорта, где мы были генеральный партнер, тоже был в Южной Корее. Я даже считаю, что вот третью шайбу, которую в третьем периоде забил Капризов, я считаю, что эта шайба принадлежала не только хоккеистам и Капризову. Его руками, его клюшкой, его телом двигала вся Россия, все болельщики. Это было незабываемое, ну, наверное, это было самое яркое и незабываемое ощущение в моей жизни. Вот, поэтому мы, естественно, едем на полуфинал и на финал по хоккей у Чемпионата мира в Братиславе. И будем болеть, и будем поддерживать, будем стоять плечо к плечу с нашими богатырями. Ну, вот если бы у вас сейчас стоял бы вопрос вот в БК Лига ставок, сделать ставку, выиграем мы этот Чемпионат мира по хоккейу. У нас такая классная, сильная сборная. Верите в победу? Только в победу, мы едем только за золотом. Только за золотом. Совсем недавно в Спортэкспрессе вышло большое интервью Ильи Ковальчука, такой предваряющий чемпионат мира и его нынешней ситуации в НХЛ. Вообще про хоккей. Илья является послом БК Лига ставок. Почему именно он? Хоккеистов у нас великолепных очень много. Вы выбрали его. Расскажите про это и что вы думаете про самого Илью? Ну, Илью я знаю очень давно. И мы тесно общаемся и с хоккеистами в том числе очень давно я могу отметить замечательные человеческие качества. И вообще, если взять хоккеистов в общем, это всегда суровые, умные, сильные, порядочные ребята и очень дисциплинированные. В отличие, может быть, от каких-то других видов спорта. Это правда. Я сам учился в спортинтернате. И футболисты, и хоккеисты, это были мои коллеги. И четыре года, которые я с ними провел, не считая института физкультуры. Конечно, я знаю менталитет спортсменов. И как и в любой профессии, профессия откладывает отпечаток на личность человека. Хоккеисты, это на самом деле богатыри и настоящие мужчины. Илья среди этих уже состоявшихся людей всегда выделялся своей рассудительностью, своим спокойствием, своей порядочностью, честностью и вот какой-то внутренней силой. Я приведу пример, когда после финального матча вся сборная России по хоккею, и мы в том числе собрались в Доме спорта в Южной Корее, я видел, как ребята, особенно молодые ребята, ждали очереди свои и ждали времени, чтобы подойти к Илье и с ним поговорить. И ждали от него каких-то слов. Он необычный человек. И, конечно, для нас это большая честь и большая гордость, что Илья является амбассадором Лиги Ставок. Как мне кажется, что его образ ассоциируется с целями Лиги Ставок и с образом ведения бизнеса честным, порядочным и долгосрочным. Ну и, наверное, вам особенно приятно, что его выбрали капитаном сборной России, хотя, безусловно, сейчас такой состав просто сумасшедший. Можно было, в принципе, на много кого сделать ставку. Есть и Овечкин, и Малкин, но именно Илья стал капитаном. Я согласен с вами, но капитан – это не тот, кто забивает больше или ездит на льду быстрее. Капитан – это именно тот человек, к которому могут обратиться другие игроки, которые верят ему, которые знают характер, доверяют ему. Ну а Илья, вот проведу параллель, так же, как и Лига Ставок стала абсолютно лучшей букмекерской компанией, Илья – лучший из лучших. Упомянули вскользь, когда обсуждали российскую премьер-лигу, ситуацию с системой раннего предупреждения. И не секрет, что в мировом спорте, не только в российском, но и в российском, тоже есть негативные явления, или очень много разговоров про них, про договорные матчи. Это касается не только футбола, естественно, но много было публикаций про теннис, про что только не было. Как вы боретесь с этим? Часто ли вам приходится сталкиваться с такой проблемой? Снимать линии, предупреждать Лиге Федерации о том, что идет где-то, может быть, нечестная игра? И изменился ли российский спорт с точки зрения очищения за последние годы? Потому что, ну, если верить всему, что говорилось 20 лет назад, то можно сойти с ума. Изменился. Я начну с конца вопроса. Спорт очень изменился. Договорных матчей стало намного меньше. Особенно в высших лигах. На договорные матчи, по моему мнению, влияло несколько факторов. Один из факторов – это, конечно, финансирование. И лиги, виды спорта, которые маленькие, финансируются плохо, там традиционно есть больше договорных событий. Сегодня, если мы берем РПЛ, КХЛ, ведущие наши лиги, там не бывает договорных событий. Не бывает. Если мы берем какие-то маленькие лиги, там случаются. То есть какие-то подозрения есть. Но от подозрения до признания договорным – очень большой путь. Я вам скажу, ну, это не секрет, но это такая вот, скорее всего, инсайдерская информация. Компания «Спортрадар» разработала и внедрила систему «Frow Detection System», то есть по борьбе с договорными матчами. Эта система интегрирована в FIFA, в UEFA, в Международный Олимпийский комитет и почти во все ведущие федерации спортивные, мировые, международные. Мы уже на протяжении года, даже, наверное, больше, с времени желания России подписать Всемирную конвенцию по борьбе с договорными матчами, мы прорабатываем вопрос в тесном сотрудничестве со «Спортрадаром» о внедрении данной платформы в Россию. Платформа достаточно интересная. Конечно, она имеет разные направления. Это от разведки и до помощи букмекеров. Как букмекеры могут помогать в борьбе с договорными матчами? Как могут помогать? Во-первых, зачем договариваются создать определенное событие? Зачем договаривается одна команда проиграть другой? Если это происходит для того, чтобы перейти в другую лигу, здесь букмекеры не помогут. Но если этот договор происходит для извлечения прибыли, то прибыль стороны могут извлечь только у букмекеров. Они ставят ставки букмекерам и букмекер выплачивает выигрыш. Всегда договорные матчи, это вопреки обывательскому мнению, что букмекеры участвуют в договорных матчах, нужно сказать и сказать об этом громко. Букмекер всегда несет убытки по договорным матчам, потому что выигрыш выплачивает букмекер. И в Road Detection System, Sportradar в том числе, у нее есть блок, в который стекается информация о странных ставках. На старте они называются странные ставки, их еще нельзя по закону назвать договорные. И эти странные ставки, ну, например, я приведу пример, если это, допустим, Первая лига, и приходит новый игрок, мы его не знаем, и он хочет поставить 5 миллионов рублей на победу аутсайдера. Это же странная ставка. Безусловно. Если и такая ставка отправляется в Sportradar, букмекеры, которые интегрированы, автоматически такая ставка уходит в Sportradar. Если такие ставки повторяются в других букмекерских компаниях или же в иностранных, зарубежных компаниях, тогда компания начинает проводить расследование. Это хорошая система, и я уверен, что нам удастся ее интегрировать в России как национальную платформу по борьбе с договорными матчами, событиями. Это не только футбол, это не только хоккей. Это и другие виды спорта. Ну и с помощью вот таких инструментов наш спорт будет чистый. Во всяком случае, если даже у кого-то будут попытки, мы будем уже предупреждать, а не разбираться после договорного события. Известно еще, что самим спортсменам и их близким в принципе запрещено делать ставки. И вы наверняка отслеживаете эти моменты, чтобы, условно говоря, какой-нибудь не очень умный игрок какой-нибудь маленькой команды из низшего дивизиона не пришел там с мешком денег, не поставил против своей команды. Наверное, такие случаи тоже периодически? Бывали, да. Мы это отслеживаем. Я не помню, очень давно уже не помню таких случаев. Но было? Ну, годы назад. Годы назад это было, да. Очень большую работу проделали хоккеисты. Алексей Анисимов, главный судья континентальной хоккейной лиги. Я знаю, что была проделана очень большая работа, в том числе с букмекерами, о получении данных. И они нам предоставляют фамилии, мы отслеживаем. Поэтому, наверное, вот та работа, которая была проделана, сегодня показывает такой результат. Мы сегодня не наблюдаем лиц, с которым мы запрещаем играть. Мы сегодня не наблюдаем, что они делают в ставке. Возможно, какая-то часть может перетекать в нелегальный сектор, который не контролируется ни нами, ни государством, ни спортивными федерациями. В какой-то момент, пару лет назад, букмекерский бизнес пережил действительно настоящий рывок, когда законодательно разрешили рекламу и все сопутствующие вещи. У вас нет опасений, ну, все-таки в жизни все быстро меняется, что вдруг в какой-то момент ни с того ни с сего все возьмут и откатят назад законодательно. Что опять вот все, что сейчас разрешили, все вдруг возьмут и обратно запретят. Я не вижу для этого причин. Отрасль развивается в положительном направлении. Я для этого причин не вижу. Может быть, будут попытки навести порядок, чтобы не хулиганили компании. И была приличная реклама, потому что, да, случаются нарушения, и мы это видим. И я, как президент СРО, мы это отслеживаем. И стараемся, ну, если это члены нашего СРО, стараемся как-то порицать, наказывать. то есть более, лучше регулировать, да, запретить, я в этом не вижу смысла, потому что сегодня этот скачок, который дало нам разрешение рекламы, чемпионат мира в прошлом году, сегодня этот скачок увеличил целевые отчисления и вообще отдельные инвестиции от букмекеров спорта. И это нельзя зарезать ни в коем случае. А можно уточнить еще вопрос, а что вы имеете в виду? Вот вы сказали, что была приличная реклама, неприличная, это какие-то этические нарушения вы имеете в виду? Ну, конечно, бывает реклама, когда там купюры ложатся друг на друга и сношаются, там еще какие-то вещи. И, конечно, да, там не очень хочется смотреть это по телевидению и становится стыдно, да. Мы как лидеры отрасли, мы не хотим это видеть на телевидении и в других средствах массовой информации. Ну, то есть, букмекерам, в принципе, тоже важно формировать правильный имидж. Ну, вот, опять-таки, такой, как сформирован в Америке, в Англии, где такого не найдешь, все всегда так солидно, серьезно. И, в принципе, вот вы стараетесь, чтобы все двигалось в этом направлении. Целый ряд различных премий, наград учреждено. Не только вы получаете премии, но и вы учредили целый ряд премий. Расскажите про них, какие, может быть, премии вам особенно дороги или вы считаете особенно интересными? Ну, я считаю, очень успешные премии. Это Лига Фэйрплей, которую мы инициировали и интегрировали совместно с РПЛ. В этой премии прекрасная формула, я считаю, очень справедливая. Премия направлена на честность и на поведение футболистов, судей и болельщиков. Вот. Она имеет успех, она имеет определенный высокий вес. Первая премия. И премию, которую мы учредили для хоккея. А планируете как-то расширять линейку или пока это все в дальних планах? У нас нет цели учреждать премии ради премии. И первая, и вторая премии в футболе и в хоккее, она преследовала определенные цели. То есть, это премии, которые должны были мотивировать игроков, футболистов и хоккеистов идти к определенным целям. И эти цели благородные и правильные. Поэтому, если появится у нас такая идея, где мы могли бы сделать спорт лучше, мы будем учреждать эти премии. Пока у нас таких идей нет. Пока все хорошо. Я не буду скрывать, я сам иногда люблю сделать ту или иную ставку тоже для азарта. И это действительно какой-то интерес дополнительный появляется. И вот чем мне нравится БК Лига Ставок, что у вас всегда помимо стандартного набора коэффициентов на стандартные вещи, всегда есть какие-то интересные и долгосрочные прогнозы, какие-то точечные ставки, острые ставки, споры интересные. У вас есть какой-то специальный отдел выдумщиков этих ставок, и вы делаете на этом тоже акцент, чтобы отличаться от других? Ну, естественно, мы делаем акцент, чтобы отличаться от других, уже лучшая букмекерская компания, а это отличительно от других. Это, естественно, департамент трейдинга инициирует эти ставки, и мы гордимся тоже этим. Ну, и в дальнейшем мы вам обещаем, что мы будем креативить новые интересные ставки. А возможно вообще, чтобы когда-нибудь появилась такая система, как в той же Англии, когда некоторые букмекерские компании, в принципе, позволяют самому человеку придумать ставку и на нее ее сделать там с каким-нибудь порой умопомрачительным коэффициентом. Да, естественно, возможно, и, как мне не изменяет память, в прошлые годы мы давали такую возможность. При каких-то событиях определенных мы давали такую возможность. А интересен вообще букмекерскому бизнесу сейчас крен в сторону не только спорта, но как принимаются ставки на исход известных сериалов, кто из героев погибнет, кто из героев станет королем, вот такие какие-то вещи. Или вы считаете, что все-таки букмекерство это больше про спорт? А это уже такая шутка. Я уверен и отстаиваю мнение, что букмекерство это больше про спорт. И есть несколько факторов, которые я сейчас назову. Сейчас, вчера в первом чтении был принят законопроект о ограничении ставок в букмекерстве. Они ограничиваются спортивными ставками, естественно, культурно-зрелищными мероприятиями, ставки на культурно-зрелищные, мероприятия, ну, традиционно тотализатор на лошадей и на собак. И вот эта часть, культурно-зрелищные мероприятия или викторины, он несет в себе определенные риски для бизнеса. В России сегодня отрасль не настолько цивилизованная, чтобы мы могли не опасаться повторения игровых автоматов под маской лотерей, как мы помним, да, были лотоматы, ставкоматы, из-за чего очень сильно пострадал лотерейный бизнес. Частные все закрыли, остались только государственные, ну, не государственные, а частные лотереи, которые имеют государственные контракты. И мы, конечно, очень опасаемся, что какие-то вот такие продукты неспортивные будут маскироваться под лотереей. Совсем недавно было несколько разоблачений псевдобукмекерских компаний, которые принимали ставки на изменение погоды и на координаты нахождения самолетов. Но на выходе игрок видел вишенки, видел бабочки, то есть аналоги игровых автоматов. И мы, конечно, не хотим, чтобы это существовало в России, мы не хотим, чтобы были такие нарушения, вот, поэтому мы только за спорт. Мы не хотим, чтобы даже спортивные события визуализировались какие-то символы. Мы считаем, достаточно, есть трансляция спортивная, есть спортивные события, есть традиционные коэффициенты, такие, как существуют во всем мире. Поэтому, ну и еще хочу сказать, что мы, просчитав, какую долю в обороте имеют данные события, не спортивные, это 0,3-0,4%, это менее половины процента. Вот так, да? Да, поэтому для нас это большого интереса не представляет. Ну, когда бывают какие-то интересные события, да, мы тоже для наших клиентов, для наших игроков просто делаем вот такие интересные моменты. Мы с вами поговорили про хоккей и футбол, но достаточно других видов спорта, многие из которых, может быть, не так популярны, не так раскручены, не так богаты и успешны, как футбол, а хоккей, там не крутятся большие деньги, но тем не менее эти виды есть, спортсмены занимаются, команды играют, зрители смотрят. с какими еще федерациями, видами спорта сотрудничает БК Лега Ставок? Мы являемся партнером Министерства спорта Татарстана. Это наше спонсорство и наше финансирование направлено непосредственно и только на массовый спорт. Это казанский марафон, который прошел в начале мая, это массовые лыжные состязания, это непрофессиональный, это любительский массовый спорт. С кем мы еще сотрудничаем? Мы не отказываем, на самом деле мы не отказываем никому, мы со всеми встречаемся, стараемся помогать. Если для нашего любимого спорта экспресса я могу сейчас, я конечно разрешение не получал, но я могу назвать сенсацию, в принципе, сейчас Лига Ставок находится в процессе подписания контракта с Федерацией Регби России. Здорово. Это именно тот вид спорта, о котором вы говорите, это не футбол и не хоккей, но это очень сильный и интеллектуальный и силовой вид спорта. Традиционно этот вид спорта уважали, любили и занимались ими в вооруженных силах, силовых структурах. Я не знаком близко с Регби, но достаточно интересно всегда его смотреть, и я понимаю, что я очень хорошо знаю правила, знаю турнирные таблицы, но к сожалению пока только английские, французские, Новой Зеландии. Я уверен, что Регби имеет большие перспективы и для наших мальчиков, для наших будущих героев в тех регионах, где у нас есть снег и хоккейные коробки, это конечно будет хоккей, южные регионы, как мне кажется, это все-таки Регби, для этого не нужно там специального оснащения, специальных площадок, какого-то инвентаря, и мы идем в Регби, скорее всего, это даже, естественно, это в какой-то степени коммерческий проект, но мы идем для того, чтобы открыть для россиян, для ребят, мы открыть еще одно направление развития, вот, ну и хотим, чтобы наша цель, чтобы Регби плотно закрепился в пятерке самых популярных видов спорта России, это вот один из примеров, которые вы спрашиваете, какие еще федерации. Вопрос не про букмекерство, в целом, вы довольны тем, как развивается и куда идет российский спорт, потому что все равно без правильного развития спорта и вам, как успешной и сильной компании, все равно тяжело будет строить свой бизнес, если вас все время будут тянуть назад. Вам нравится, как развивается сейчас российский спорт? Чего бы хотели, может быть, большего вы? Ну, на самом деле, начиная с проведения Сочинской Олимпиады мы видим очень большие скачки в развитии спорта, мы видим большой прогресс, ну, это видят все, и сегодня спорту уделяется огромное внимание, и, конечно же, чемпионат мира, и подготовка к чемпионату мира, и давление международных каких-то организаций непонятных сплотило россиян, и сегодня мы все болеем, мы все смотрим за развитием, чтобы я добавил бы, да, что нам нужно для развития спорта, ну, про финансирование говорим мы много лет, и слышим много лет про финансирование, конечно, это, наверное, основная и очень важная часть развития спорта, но я бы выделил все-таки кадры, я бы все-таки выделил управленцев, которые двигают спорт, и попадая в некие организации российские, мы видим застой, мы видим неблестящие тусклые глаза, я вижу управленцев, у которых нет интереса к российскому спорту, они занимают кресло, поэтому я считаю, что нам нужно обратить внимание на кадры, в то же время я уже говорил, как восхищает федерация хоккея, Роман Борисович Ротенберг, Третьяк, Владислав Александрович, кого я хотел бы выделить Пряткина, то есть я хочу сказать, что это люди, управленцы, у которых я многому научился, как тоже руководитель, сегодня мы вряд ли найдем в российском футболе более опытного, мудрого и тем не менее энергичного управленца, чем Сергей Геннадьевич Пряткин, кого бы я хотел выделить еще, назначение на пост президента РФС Дюкова, я считаю, что это просто джекпот, человек, который создавал корпорации успешные, он менеджер с большой буквы и сейчас мы смотрим на футбол на российский с надеждой, наверное, даже с уверенностью, что ему удастся создать эту великую корпорацию российский футбол и на том месте, на котором он сейчас находится, президент РФС. Но вы считаете, удастся, вот победить многие сложности на местах, в регионах, хватит ли сил? Это все-таки непросто. Это непросто. Вы понимаете, что когда у нас есть футбол в Москве, в Петербурге, там в Краснодаре и еще в ряде мест, но стоит ступить чуть-чуть в сторону, там уже не так все хорошо. Я соглашусь с вами, но мы должны понимать, что опыт, профессионализм управленцев и сегодня и футбол, и хоккей, и Министерство спорта, и в общем спорт, это такой же проект, это такой же бизнес, с такими же бизнес-процессами, как в любой другой корпорации. И назначение таких управленцев, это вот те шаги, которые необходимы сегодня российскому спорту. Я хотел бы выделить Владимира Леонова, это министр спорта Татарстана, мы тоже общаемся. Это молодой человек, который уже прошел и имеет за плечами огромный опыт. он был руководителем оргкомитета нескольких универсиад, которые проводились в Татарстане, был генеральным директором Рубина. И это те люди, с которыми, когда ты общаешься, ты сам растешь, и ты видишь, они все время разговаривают о спорте, у них есть планы, как сделать спорт лучше. Ну и еще, кого бы я хотел назвать, я хотел бы назвать Илья Ковальчука. Вот он, наверное, об этом не наверное, он об этом не знает, и хорошо, что он сегодня во время Чемпионата мира об этом не думает, но я думаю, его способности и организаторские, и его человеческие качества его все равно приведут к руководству российским спортом, и он принесет нашему спорту немало, очень много пользы. Слушайте, ну, учитывая успеха... Букмекерский прогноз. Да, 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 все, сразу после этого интервью надо будет... Сейчас его нельзя отвлекать, сейчас золото. Да, сейчас это, конечно, очень важно, и вся страна действительно следит за хоккеем и ждет, особенно, как никогда, наверное, в этом году, еще вспоминая победу на Олимпиаде. Скажите, какие дальнейшие планы у компании и рассчитываете ли вы, что все-таки рано или поздно объемы букмекерского бизнеса в России достигнут тех объемов, которые есть у стран передовых в этом плане? У американцев? Я бы увеличение объема мы не ставим на первое место. А что ставите? Мы ставим регулирование, порядок на рынке, очень вверху среди первый и второй вопрос стоит это все-таки борьба с нелегалами, с нелегальным бизнесом. Он существует и сегодня он оценивается в 40 с чем-то процентов. И основной конкурент нашей отрасли это не букмекерские компании конкурируют друг с другом. мы уже несколько лет конкурируем с нелегальным игорным бизнесом. Это сайты, которые в зоне ком не лицензированы в России. Это вот те игровые автоматы, о которых я рассказывал, с визуализацией, с вишенками и с другими штучками. Это наши основные конкуренты и мы должны привести это в порядок, мы должны бизнес очистить. Поэтому если говорить о наших планах, это первостепенные планы. Ну и конечно же сотрудничество со спортом, чистота спорта, как я уже говорил, борьба с договорными матчами, ну и делать наш спорт сильней, ярче, успешней. Что приходит на ум? Приходит на ум все-таки вот то давление, которое было у нас на Олимпиаде, на зимней, и когда наших спортсменов и нас всех лишили имени и лишили флага. и хочется вопреки доказать, что мы были лучшие, мы есть лучшие и мы будем лучшие спортсменами и чистыми в том числе, какими и являются наши спортсмены. Я заметил, что посетители нашего сайта sportexpress.ru тоже уже стали привыкать и во многом привыкли к тому, что букмекеры, что коэффициенты, что БК Лига Ставок очень тесно интегрированы в контент, то есть уже контент становится понятнее и даже интереснее благодаря появлению интеграции тех же самых коэффициентов Лиги Ставок. Хотел попросить вас обратиться к нашим зрителям сейчас с какими-то пожеланиями. Традиционно мы просим тоже наших гостей сказать что-то читателям спортэкспресса, посетителям нашего сайта, подписчикам наших социальных сетей, в которых мы тоже очень тесно сотрудничаем с Лигой Ставок и проводим различные совместные классные конкурсы интересные и рассказываем про активности. Я бы хотел обратиться к нашим членам команды, к нашим игрокам, к нашим клиентам, к существующим и к будущим. Первое, что я хочу вам пообещать, что как и на протяжении 11 лет, которые существует Лига Ставок, мы также будем вести честно, порядочно бизнес. И нам никогда не будет стыдно ни перед вами, ни перед другими клиентами, так как мы ведем бизнес. Мы вас приглашаем, будем вас оберегать, как хороший тренер, от травм, от поражений. Не будем вам давать проигрывать те бюджеты, которые вы не можете себе позволить. Будем вас обучать играть, смотрите с нами спорт, болейте за спорт и голосуйте за лучших спортсменов, за победителей. Юрий Васильевич, хочу вас поблагодарить за интервью, было очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, через некоторое время встретимся и проверим, верен ли оказался ваш прогноз по поводу Ильи Ковальчука. И очень надеюсь, что наш общий, наверное, всей страны прогноз по поводу сборной России по хоккею на этом чемпионате мира сбудется, что мы все вместе, и Спортэкспресс, и Лига Ставок, и вся наша страна, мы все отпразднуем победу, и это будет очень радостный момент в этом году. Благодарю всех зрителей Спортэкспресс, заходите на наш YouTube-канал, заходите на наш сайт sportexpress.ru, у нас всегда очень много интересных гостей. до скорых встреч. До встречи.